Приветствую всех на канале. Сейчас только что открылся американский рынок, на Насдаке намечается брейкаут. Буквально только что было прорвано сопротивление, которое довольно долго сдерживало рост Насдака в течение всей этой коррекции. В общем, вроде как Байдена признали президентом, Трамп сказал, что он передаст ему власть. В связи с этим вся зеленая энергетика, все EV-транспорт и так далее, все это взорвалось, потому что демократы, вдобавок ко всему, еще и завоевали большинство в Сенате, что облегчит им дальнейшее существование. Кстати говоря, сегодня в западной аналитике пишут о том, что это большинство поможет демократам принимать фискальную новую помощь, но оно недостаточно для того, чтобы они легко провернули изменения законодательства в области налогообложения. Ну, посмотрим, чем все это закончится. Пока что, судя по всему, рынок очень позитивно отзывается на все это дело. А в конкретно этом выпуске, в конкретно этом видео я хотел бы вам еще добавить и рассказать о двух акциях, которые недавно купил ARK Invest и сделать две покупки в портфель X5 Capitals, который призван для того, чтобы увеличиться в пять раз за один год. Итак, давайте начнем с того, что покупал недавно ARK Capital, первая компания Faith Therapeutics. Компания занимается клеточной иммунотерапией раковых заболеваний. В принципе, она уже, судя по всему, получила какое-то оправдание от FDA, потому что здесь уже есть огромные объемы, которые в нее зашли. Ну и вот недавно еще ARK Capital ее купил. Она сейчас находится на своем хайе, поэтому здесь, скорее всего, учитывая то, что проверено сопротивление на 100 долларов, нас ждет еще рост. Я думаю, что еще где-то долларов 20 она вполне может вырасти на этих положительных новостях. Вторая компания. TNX Genomics Incorporated. Также ARK Invest купил долю у этой компании. Компания занимается поставкой программного обеспечения расходных материалов для генетических исследований и других биологических исследований. То есть, это компания, которая, грубо говоря, помогает всем, кто занимается геноинженерией, снабжая их всяческими расходными материалами. Судя по всему, в этой компании тоже что-то есть интересное, потому что в ARK Capital вообще довольно много хороших аналитиков, которые занимаются генетической медициной, которые в этом что-то понимают, в отличие от меня. Мне кажется, вполне возможно, они нашли еще одну интересную компанию. Но она, по большому счету, уже довольно серьезно выросла в три раза с марта 2020 года. Сейчас 153 доллара. Также новость отыгрывается положительно. Рост сегодня уже идет со 140 долларов до 154. Здесь тоже будет, наверное, после того, как она пройдет в 165, она вполне может еще вырасти долларов на 30. Возможно, эта информация как бы поспела не вовремя, но не смог сегодня с утра это сделать. Не успел, извините. И переходим к портфелю, который должен увеличиться в 5 раз. X5 Capital. Я сегодня добавил две компании. Первая – это Изерей, компания, которая получала одобрение от FDA по лечению рака простаты. Компания стоит относительно недорого. Вполне возможно, на положительных новостях цена акций может увеличиться раза в 3, 4 или в 5. И вторая компания – это FTFT, Future Fintech Group. Компания, которая занимается внедрением блокчейн-системы в китайской электронной коммерции. То есть рынок большой, технология модная, все сейчас об этом говорят. Ну и плюс ко всему Китай вроде как и не противится, а они наоборот за то, чтобы блокчейн был в их финансовой системе. Ну вот на этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...